У пациента двухсторонный туберкулез с распадами, вот это белые пятна, все это, в общем-то, туберкулез. Он по целому выявитель был. Ключевое слово был. Пациент, чьи легкие на снимке, скончался от туберкулеза. Рядом с этим снимком изображение здоровых легких. Разделяет их лишь разница в отношении к своему здоровью. Посмертно, уже на вскрытии, патолонатомы, рисунные эксперты, выявляют туберкулезу посмертно. Человек умер от туберкулеза. Это, в общем-то, очень плохая тенденция. С начала пандемии правит бал в статистике заболеваемости COVID-19, но и туберкулез никуда не делся. В 2021 году в Альметьевском районе было выявлено 52 больных. В 2022-м заболевших уже 12 человек. Из них двое умерли. Особенно тяжело болезнь протекает у больных с сахарным диабетом, ВИЧ-положительных и состоящих на учете в психоневрологическом диспансере. Работодатель, в общем-то, как-то плохо ли, хорошо ли, более-менее контролируется за прохождением медицинского осмотра, в том числе и профилосклерозное обследование. Но когда человек выходит на пенсию, они, многие, скажем так, не проходят терапию годами, а то и 5, 10 и более лет. Беспечность может привести к возможности заболеть тяжелой формой туберкулеза и не узнать об этом вовремя. Есть и те, кто при выявленном заболевании не верят в это, оспаривают диагноз и отказываются от госпитализации. Лечить их приходится принудительно через суд и приставов. В этих палатах пусто, но не потому, что пациенты выздоровели. По заключению Роспотребнадзора, весь второй этаж диспансера не пригоден для лечения. Легочное отделение уже год закрыто на ремонт, но он здесь и не начинался. На сегодняшний день скучность на третьем этаже. Больные древние стационарные режимы, которые лечение получают и круглосуточно находятся на одном этаже. Это нас очень беспокоит, но хотелось бы, чтобы на это обратили внимание. Наряду со взрослыми болезнь поражает и детей. В 2021 году туберкулез был выявлен и у школьников, хотя профилактика начинается еще в роддоме с прививки БЦЖМ. Она не защищает от риска заболеть, но предохраняет от летального исхода. Ну, родители почему-то считают, что это очень вредно для организма и отказываются, категорически отказываются от проведения этой вакцинации. И эта группа детей является самой основной группой риска по развитию туберкулеза в детском возрасте. Напоминают доктора и о ежегодной иммунодиагностике. С одного года до восьми это реакция МАНТУ, старше восьми лет диаскин-тест. Эти подростки пришли на тестирование. В детском отделении диспансера есть отдельный вход, который исключает нахождение вместе с другими пациентами. В процедурном кабинете медсестра проводит необходимые манипуляции. Результат теста будет через 72 часа. Некоторые родители не считают важным проходить обследование, думая, что туберкулезом болеют только социально неблагополучные категории. С туберкулезными больными встречаются наши дети повсеместно. В магазинах, в общественном транспорте, на улице, когда гуляют в парке. И поэтому у ребенка должна быть защита от туберкулеза. То есть он должен быть вакцинирован и ежегодно обследован. Многие обследования проводятся совместно с Альметьевским центром медпрофилактики. По постановлению главного санитарного врача, ребенок, не обследованный на туберкулез, не может допускаться в детский коллектив. Основной метод диагностики – это флюорография. И здесь должна обследоваться вся семья, включая и детей. В 21 веке иметь детей больных туберкулезом – это, знаете, очень печально. Врачи утверждают, есть все возможности, чтобы не допустить подъема заболеваемости и победить туберкулез. Главное – ими не пренебрегать. Катерина Машин, Цивель Нурзалятов, Новость Юго-Востока.